Двигатель 4,5 бензиновых, 270 лошадиная сила. Автоматическая коробка передач. Задний привод. Машина 2002 года выпуска. Лампы первое техническое обслуживание. Речь будет о лампах, в дальнейшем хочу разобрать и почистить передние фары, да и в общем всю оптику. Также установил новые дворники оригинал Toyota. Объем масла 6,5 литра. Поставил рамки, недавно купленные на аукционе в Японии алюминий. Мелочи это все, а приятно. Для заднего хода выбрал лампы Polk, нравится их отражение в самом плафоне, да и светят они помощнее и более белее. Почему в габаритах не диодные лампы? Да потому что нравится эффект в самой фаре от синей галогеновой лампы, точнее от стекла. Поменял масло. Матул 8100 CS Gen 2 Примерка дисков. Решил подкинуть у Рксика MXR18 8,5 J9J. Но увы, у президента маленькая арка, да и сам хроммолдинг мешает арке, но снимать я его не собираюсь. Когда высокая машина, то норм, но при заглушенном моторе гидро падает, тем самым упирается в резину. Ну и фото, в голове сидела неплохая картинка, так что будем катать на дисках от Saur UZZ40, просто чуть позже по весне их выкрасим и подвосстановим. Как то так, на ошибках учатся. В моем опыте это первый раз, так что диски малы. Салонные элементы, консоли. Так как машина не новая, много каких деталей повреждены крепления. Паять ничего не хочется и клеить. Решил просто поискать на аукционах и заказать контрактное из Японии. Также заказал консоль для подстаканников, мои немного подкацаны, пусть все будет свежие. Я так понял, это все поломано из-за неправильное снятие. Но ничего, все исправили. Ну и решил сразу поменял лампы, где посгорали в салоне, теперь все светятся. Ранее заказал себе новые в оригинале заглушки и отдал за них по 4250 за штуку. Но так получилось, что на просторах дром был нашел туманки в сборе по очень доступной цене. За пару я отдал чуть меньше 5000 рублей. Теперь жду заглушки с Японии. Салон. Немного отфоткал на телефон салон. Ну так вот и сами фотки. Задние диваны не зависят друг от другом, двигаются оба. Подогрев имеют и массажи тоже, причем оба. Память тоже есть у обоих, при открывании двери сдвигаются, и если настроить, доводчики тоже имеются. Лампы-туманки-зазоры Решил я выставить зазоры по туманкам так, как стояли криво, и поставить заглушки. Заодно отполировать передную оптику, да все-таки в дальней поставить лампы с синим стеклом. А вот теперь сам процесс фары снимается очень легко. После снятия защиты, открутил просто два болта, и они выходят никакие блоки, ничего не торчит, допустим, как мучился с Чайзером или Марком над сенами. Ну сразу их полирнул машинкой на работе. Да поменял лампы в дальнюю. А вот эффект в паре, который нравится, и за что я люблю галоген. Да и светодиоды в старых машинах как-то колхозно что ли, особенно когда открытая фара, прозрачная, не видно лампу. А то, как выглядят светодиоды, это ничто, бывают красивые, но ставят в основном все колхозные лампы, страшные. Я за классику за галоген. Теперь о туманках. С ними было посложнее, пришлось гнуть, ровнять крепление тумана. Удобно, что это все разбирается и регулируется через фару. Слева по ходу движений зазор как надо, но справа вообще беда. Исправили все, поставили на место, и заглушки я прикрепил немного на герметик. По факту они нужны, чтобы отрегулировать туманку, ну или снять ее, хотя можно снять туманку через фару. Хоть и стоит все сраспила, но когда перекидали все трескалось и ссохлось, так вот я на время заклеили свою водительскую дверную консоль под дерево. Ее даже восстановили из кусочков, но нашлась новая в оригинале в Японии. Даже пытался купил дверь с обшивкой из-за консоли, но все как всегда, написал продавцу вечером, а он пишет, что ее утром продали, да и кому она нужна, скорее ее просто не было у них. Но японцы, зная, что это снято цену, задирают сразу так, что как то так. Это рынок. Ну и нашел по более-менее адекватной цене инструменты, штатные как новые, ну и вот сам комплект. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Салон как новый. Начали приходить потихоньку запчасти из Японии, ну и наконец-то постелю новые ковры. Комплект всех деревянных консоль. Самая главная деталь – монитор, так как у меня на нем вообще нет креплений. Ну и вот сами ковры, внутри прорезиненные. От фирмы «Артино» внутренний рынок Японии изготовление было под заказ. Сделали довольно быстро, выбрал нейтральную шашку черно-серого. Пульт и стеклоподъемника. Все почти готово по машине, ну так вот почти. Заказал только что еще одни пульты стеклоподъемника на аукционе, но теперь полный комплект, очень редкие запчасти. Хоть и ранее купил новый водительский пластик, но пусть будет еще комплект. Ну а вот как это выглядит – свежий год выпуска пультов. Они у них с годами просто рассыпаются ранее, я купил все остальные целые в идеальном состоянии консоли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА